Привет, это стрим на канале Николар Доктор Люк Вейдер, с вами Николар Доктор Люк Вейдер и Андрей Грид. Да, всем привет. И мы продолжаем игру Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All. Там осталось чуть-чуть, по-моему, до пройтения. Так. From Safe Point. Нам вроде пока не разрешают отправиться к Акробату в его комнату. Хотя нам надо именно с ним поговорить. Но пока, наверное, выйдем. Так, я слышу рекламу у себя на других наушниках. Ну ладно. Так. А я ее вижу. Как, кстати, идет там, как звучит что? Реклама идет идеально. Никаких помех, картинка в идеальном качестве. Надо спросить у них, как они этого добиваются, да? Реклама. Ладно. Я немного тогда подожду, пока она пройдет у тебя. Да, еще 7 секунд. 5. 3. 3. 2. 1. Сам пока загляну в этот самый. Так, ну, вроде бы все идет хорошо. Угу, сейчас посмотрим. Сейчас. Секундочку. Тут ссылочка у меня есть. Сейчас по ней перейду. Сейчас окажусь на нужную мне трансляцию. Так. В общем, 29 декабря. Место предварительного заключения. Так, что там? Может, мне... А, нет, нифига. Там совсем не то, что я рассчитывал увидеть в ВКонтакте. Мне пришло. Ну ладно, пофиг. Короче, продолжаем. Вот мы. Так, что ты рассчитывал, а что пришло? Я рассчитывал, что мне админ группы про это черни ответит. А меня вместо этого продолжает... Это как его там... Ну, короче, один нехороший человек продолжает меня задалбывать своими сообщениями. Относительными. А, моя твоя понимать. Еще раз привет, Серега. О, мои неладки. Вам не стоит поторопиться и... А, вы не против поторопиться и вытащить меня из этого места. Мы стараемся как можем, Макс. Просто держись. Некоторое время назад какие-то люди с местного телевидения пришли сюда. Они сказали, что раз уж я знаменитый фокусник, давайте снимем свой собственный ТВ-спешл. Правда? Какой ТВ-спешл? Или ТВ-спецвыпуск? Макси миллион галактика. Великий побег из тюрьмы. Это должны показать в прямом эфире. Эй. Да. Звучит, как будто это будет клевый спецвыпуск. ТВ-спешл. Звучит, как будто это будет клевый спецвыпуск. В лечении, как будто это будет клевый спецвыпуск. Но если я сниму его до того, как получу приговор, они никогда меня отсюда не выпустят, на самом деле. Что ж, это явно будет ненужное дополнение своим проблемам с законом. Вот что я подумал. А, так и я подумал. Но съемочная группа уже работает над шоу. Если вы меня не освободите быстро, у меня не останется выбора, кроме как снять настоящий «Побег из тюрьмы». Да. Привет, Хоргис. Привет, Хоргис. В общем, примерно как сериал «Побег из тюрьмы», только по-настоящему. И вместо двух братьев будет этот парень. Вы говорите как-то очень уж спокойно о такой возможности. Не, реально, мне кажется, когда музыки нет, лагается слабее. Ну ладно, впрочем, неважно, он с музыкой не так сильно. У меня не будет выбора. Так, спасибо, Серёна. Это... Он спрашивает «Ты в конфе?» Ну да, Андрей в конфе. А чё? Или в смысле, он спрашивает «Андрей в конфе?» или кто-то другой. Ой, я не очень понял, в чём суть вопроса. Так, сейчас, мне надо ещё пару слов посмотреть. Так, чё там он говорит, значит, нам? Контракт... А, всё! Это я уже и без переводчика понял. Короче, он говорит, у меня не будет выбора. Или у меня нет выбора. Это будет контрактным обязательством. Это шоу-бизнес. И таков шоу-бизнес. Так. Сегодняшний суд. Я думал об этом в сегодняшнем суде. А Хорис нас покинул тем временем. Ладно. Жаль, ну что поделать. Дрёга, в принципе, если хочешь, я могу и тебя добавить в конфу. Так. Значит, я думал насчёт сегодняшнего суда. Я бы хотел попросить вас об услуге. Или попросить тебя об услуге. Наверное, она к нему всё-таки на ты бы стала обращаться. Считываешь, она такая вся фанатка. Всё, что угодно для тебя, милашка. Дружи с остальными артистами в цирке. Ну, Макс, конечно, сам тот ещё фрик. Но, честно говоря, если бы я работал с такими уродами, как Мо, и этот, как его, Бен, я думаю, я бы их тоже не особо любил. Восхитительная. Отличная шутка. Зачем мне быть другом с такой кучкой уродов? Собственно, как говорится, he got his point. Но... С другой стороны, сильно накалять вокруг себя обстановку тоже неразумно. Я выиграл на мировой арене. Я получил интернациональное гран-при. Интернациональное гран-при. Так, секундочку, ещё раз надо проверить. Как я всегда делаю, когда не уверен. Ага. Дряга, в общем, пишут, что может позже к нам присоединиться. Ну, короче, Google тоже это перевёл как гран-при. Видимо, это верный вариант. И он представляет, как будет... Точнее, как ждёт его переводчик, когда он будет проходить финалки. Под номерами... 10, 12 и 12. А, 10, 2 и 12. Артисты всегда должны стремиться выступить на мировой арене. Но артисты в этом цирке совершенно и полностью лишены амбиций. Это то, что я просто не могу терпеть. Не знаю, честно говоря, вот за это я бы их особо не ругал. Да, кстати, наверное, там немного аватарка получилась сплющенная справа. Просто я немного неправильно сделал. Надо было её в предпросмотре поменять, а я сперва её удалил в выключенном режиме, а потом уже в предпросмотре вставил. Вообще, вроде, весь экран видно из игры. Это главное, да? Видно экран из игры? Насколько я вижу, тут вроде... Ну да. И нижняя, и верхняя панель, всё совершенно ясно. Да-да. Так. Амбиции, а? Кто-то из того, что сейчас сказал Макс... Как это? Открыло мне правду, наверное. Гран-при. Вот сейчас мы как раз эту фотку и получим, которую я поставил на анонс. О боже. Мои милашки хотят услышать всё о Гран-при. Не так ли? Честно говоря... Я рассказывал эту историю, наверное, раз сто уже. Так что это немного скучно. Извините, что заставляем вас рассказывать это снова. Вы меня, наверное, не поняли. Я очень устал рассказывать эту историю. Но... Что мы можем сделать? Я Максимилион Галактика. Я полагаю, что могу рассказать её вновь. Вуаля! Вот. Посмотрите на это. Так вот случилось, что у меня с тобой фотография с Гран-при. Только взгляните на восхитительную сцену. То есть арену. Это первая арена, на которой я взлетел. Я полетел прямо к зрителям. Публика взорвалась аплодисментами. И в то же время я подумал, что могу умереть прямо там. И что умру счастливым человеком. Никогда не забуду, как чувствовал себя в ту ночь. Эти эмоции. Этот восторг. Ух ты. Ахэм. Кстати говоря. Я думаю, все, кто выступает, должны испытать такое чувство. Хотел бы я смочь объяснить это другим людям в цирке. Это невероятно, Макс. Это невероятно. Я тоже хочу приз. Эй, Ник. Как насчёт того, чтобы ты купил мне приз? Ну или трофей, наверное. Всё-таки про не перевести. Не так получают трофеи, Майя. Мои милашки, вы можете забрать эту фотографию моего триумфа. Просто постарайтесь показать её всем остальным... с членом цирка. Смотрите и учитесь. Вот, что вы должны им сказать. Учитесь, как попасть в тюрьму? Ну да уж. Ну, в общем, короче, мы забрали это фото. Уж не знаю, зачем оно нам нужно. Но раз оно у нас, значит, оно нам понадобится. А как лёрн переводится? Лёрн переводится... Учитесь. Или учиться. Так, а, ночью... Так.